Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Блод Линус по-прежнему и мы проходим игру дальше, кто же Майк? И как вы помните в первой серии, вообще в чем заключается суть игры? Это такая маленькая новелка, да, игровая, в которой заключается что? Мы оказались в комнате в своей, и перед нами чувак такой же как мы, и мы пытаемся выяснить, кто же настоящий Майк. Итак, я сделал так, очень много было выборов ответов, я сделал так, что в принципе мы выходим в то, что наша девушка, которая стоит слева, она нам уже не доверяет почему-то. Но я покажу конечно же концовки и другие, я не знаю сколько тут концовок, но посмотрим и другие конечно же концовки и выясним, кто же он будет, может быть даже в этой выясним, хрен его знает. Честно говоря, вынести эту игру я дам в конце только вердикт, если концовка будет офигенная, но мне кажется концовка тут не одна будет классная. Поехали. Я заблокировал последние часы своей памяти, потому что не хотел знать правду. Надежды рушились, в голове снова пульсировала боль. Я повернулся к Саре, надеюсь в ее глазах я не увижу, что не нужен ей. Сара, пожалуйста. Просто мне жаль, просто я стоял ошарашенный, словно у меня украли остаток моей жизни. Я смотрел на Сару и на Майка, но они избегали моего взгляда. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким. Страх хлынул в кровь, он превращался в злость и чувство того, что меня предали. Как Сара могла меня бросить? Я никогда, я как никогда нуждаюсь в ней, но она не услышит меня из-за своих теорий. Насколько она права? Это просто вопрос выбора и мнения. Если честно, кстати, еще такой нюанс тут очень жесткий в том плане, что мы сами не знаем, кто настоящий, а кто нет. И правдой сделали то, что проще всего. Она просто выбрала не верить мне. Я стиснул зубы. Я думал, что могу на тебя рассчитывать. Сара, надеялся, что ты не подведешь меня. Не говори так, ты не знаешь, как это трудно для меня. О да, что я несу чепуху. Прекрати винить меня, Майк. Я сделала так, как вы просили. Нет, не сделала. Ты просто приняла решение и не стала меня слушать. Ты сама говорила, что одной ночи и простых выборов недостаточно. Но ты просто отвернулась от меня и обвинила в том, что я что-то скрываю. Это не честно. Не честно? Не честно? Верно. Это ты сейчас сказала. Майк, прекрати. Ты делаешь ей больно. Я знаю, это нелегко, но тебе нужно сделать шаг назад. Мы поможем тебе, идет? Но в этом деле эмоции сильно мешают. Нам всем нужна передышка. Почему бы тебе не прийти завтра, чтобы мы разобрались со всем этим? Что? Ты просишь меня уйти? Нет, ну... Если хочешь, я тоже уйду. Заткнись. Вы просто пытаетесь снова избавиться от меня. Я не это хотел сказать, просто... Я не... Пойти в атаку или успокоиться. Сейчас давайте мы, наверное, сохранимся тут. И самое интересное увидим. Пойдем в атаку. Страх и отчаяние превращались в неконтролируемую злость. Да как он смеет выгонять меня из дому? Этот козел, который все у меня забрал. Ну и наглость. Майк. Я ударил самозванца в лицо и повалил его на пол. Я бил его туда, куда только мог достать. Гневные крики Сары отошли на второй план. Казалось, что все наладится, находится где-то в другом измерении. Даже когда мой кулак ударял его, все ощущалось отдалено. Так, спокойно. Словно я призрак, витающий под потолком и наблюдающий за всем со стороны. Я даже не замечал Сару, которая пыталась меня остановить. Я просто продолжал избивать его, подобно бешеному зверю. Это чувство контролировало меня. И я наслаждался этим. Я позволил этому случиться. Его нижняя губа была рассочена. Моя рука была в его теплой крови. И тогда я остановился, ошарашенный. Что я делаю? Что я? Но посмотрев на него и увидев, как этот... Как его рот скривился в улыбке. А его глаза светились зловеще красным. Ты еще не начал сомневаться в себе, Майк? Я не удивлен. Ты всегда был немного... Мягким. Как и твои побои. Он издал хриплый смешок. Я схватил его за горло и сильно сжал пальцы на его шее. Ублюдок, заткнись, или я тебя прикончу? Его слова прозвучали резко и сухо, как сгорающий фитиль петарды. Хм... Тебе это нравится, не так ли? Разве ты... Не мечтал об этом? Какого... Каково это убивать? Имея такую силу. Поздравляю. Сейчас ты это и делаешь. Заткнись. Ты пробудился только сейчас? Ты чувствуешь себя... Хорошо? Пошел в задницу. Еще до того, как я осознал происходящее, я схватил биту, лежащую неподалеку, с твердым намерением ударить его по его лицу. По моему лицу. Я тебя убью. Сара, помоги мне. Майк. Всего за секунду выражение его лица сменилось словещее на беспомощное. Тело пронзило боль, словно пуля пробила кожу. Я оглянулся назад и увидел Сару. Мою прекрасную Сару. Она держала свой пистолет, я должен был догадаться. В ее глазах стояли слезы. Сара. Это не твоя вина. Я так хотел сказать, чтобы она не приняла те ужасные слова всерьез. Но открыв... Но когда я открыл рот, тонкая струйка крови перекрыла дыхание. Тону. Похоже на то, словно... Я тону. Майк. Беги. Сара. Боль заполнила мое тело. Каждая клеточка боролась хоть за некоторое количество кислорода. Нет. Это... Я боролся изо всех сил. Я глядел на Сару, пока был в сознании. Я ощутил невыносимое чувство одиночества. И сейчас я совсем не думаю о конце. Только о боли и как ее унять. Но все сейчас исчезает. Я принял это. Чувствую себя. Отлично. Концовка 4 падшей. То есть концовок тут как минимум уже 4. Мы это выяснили. Хорошая концовка. Необычная. Но... Мы перезагружаемся, конечно же. И пробуем успокоиться. Чтобы не совершить глупости. Я знал в принципе и так, что такое должно было произойти. Так что давайте посмотрим еще одну. Это трудно, но я справлюсь со своими эмоциями. Я возьму их под контроль. Лицо пылало. В голове пульсировал взгляд, затуманивался. Но несколько глубоких вдохов заставили меня успокоиться. Я глянул на Майка и Сару. Атмосфера в доме стояла напряженная. Беспокойство закрадывалось в сердце. Это самое худшее. Я не могу остаться. Ладно. Идиот. Я уйду. Лицо Сары скривилось. На ее лице мелькнула тень беспокойства. Ты... Ты и правда не должен? Забота, да. Но холод в ее глазах просто разбивали мое сердце. Эта жалкая забота была всем, что она могла дать человеку с лицом ее парня. Это было похоже на ощущение, будто читаешь о трагическом нечастном случае в утренней газете. Я не мог выносить такой ее взгляд на себе. И покачал... Я покачал головой. Нет, я ухожу. Наберусь до мотеля на такси. Дай мне взять немного наличных и все будет хорошо. Я сдавленно рассмеялся в попытке скрыть сожаление о своем голосе. Теперь, когда я это сказал, понял, что не хочу уходить. Пусть Сара возразит. Пожалуйста. Просто еще раз. Пусть она позволит остаться мне хоть еще один раз. Но этого не будет. Невозможно так даже лучше. Так будет лучше для всех нас. Я вздохнул на прощание. Эй, если это что-то изменит, я тоже уйду. Возможно так будет справедливее. Я слабо ему улыбнулся. Я бы не хотел, чтобы Сара оставалась одна после всего этого. С чем ты это говоришь? Так что не нужно. Просто присмотри за ней этим вечером, хорошо? Да. Эй, постарайся отдохнуть. Завтра все наладится. Спасибо. Мне нужно время подумать. Собрать мысли в кучу и обдумать эту ситуацию. Возможно, они правы. Та пара часов, что отсутствовала в моей памяти, могла быть ключом к разгадке. И завтра я найду этот ключ. Когда я приходил мимо магазина, то увидел свое отражение в витрине. Что? Что со мной? Это же я, но почему я выгляжу таким тощим? Острая боль сжала сердце, когда в голову пришла одна мысль. Ритм сердцебиения сбился в голове. Сбился, в голове бушевал ураган. Мои ноги подкосились от боли. Что? Из носа хлынула кровь. Что? Что-то происходит со мной. Я должен вернуться. Я не должен был уходить. Сара. Сара. Но от того, что в глазах двоилось, я потерял равновесие. Сара. Нужно найти кого-то, кто поможет. Помогите. Сара. Сара. Ее имя всплывало в голове снова и снова. Не знаю почему, но я словно цеплялся за него. Я огляделся. Где я? Почему? Почему не могу вспомнить, как тут оказался? В груди болит. Тяжело дышать. Сара. Сара. Кто? Концовка 5. Невиновные. То есть, своим уходом мы спровоцировали. Вот тут уже я могу сказать только одно. Я так думаю, что мы спровоцировали какой-то временной, может быть, континьюм или хрен его знает, какую-то хрень такую. Что, когда мы ушли, мы что-то не сделали. Что-то очень важное. Из-за этого мы умерли. То есть, такое бывает, если, допустим, фильм какой-то смотришь или тому подобное. Там, если такая фигня происходит, то, как бы, ты умираешь. Например, я не знаю, я не помню, как этот фильм называется с Джорджем Гордом Левитом. Или, я правильно не знаю, сказал или нет. С Брюсом Уиллисом про время там. Ну, ладно, давайте еще посмотрим остальные концовки. Мне кажется, что концовок будет 5, но мы в этом видео покажем все, я думаю. Потому что, в принципе, мы уже в конце и можно будет посмотреть. Итак, друзья, не получилось у меня сделать одну концовку. Так что я перехожу сразу к другой. И восьмая концовка, не знаю, тут концовок, оказывается, чуть ли не 10 штук. И я в этот раз постоянно врал. Но в конце нужно сказать было правду. И давайте посмотрим, что будет. Я вздохнул с неподдельным сожалением. Мне жаль. Замолчи, Сара. Короче, в этой концовке Сара нас выгоняет. Она говорит прям вообще просто. Она не то, что сомневается. Она просто тупо нас выгоняет. Сара, почему? Что я сделаю? А, то есть не нас, а Майка. То есть я уже запутался, если честно. Тут очень много всего. Скажи мне, ты не сделал ничего плохого. Никто из вас не сделал. Именно поэтому так трудно. Тогда ты должна поверить мне. Я настоящий Майк. Мои инстинкты, говорят, другое. И я в них уверена. Тогда твои инстинкты ошибаются. Почему ты не можешь меня выслушать? Другой Майк обнял Сару за плечи. Сара неловко вздохнула. И тут у нас опять же, видите, выбор. И в этом выборе я опять, наверное, сохранюсь. Посмотрим, что же произойдет в два раза. И, в принципе, оттолкнем его. Попробуем. Я схватил парня за шиворот и оттащил подальше от Сары. Он немного прошатнулся. Его глаза блестели от ярости и боли. Мы смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью. Я не мог забыть, что он сделал Саре больно. Его самолюбие пострадало, потому что Сара обвинила его в нереальности. Но это только доказывало ее слова. Он себя проявил. И этот незнакомец не имеет чертова права и пальцем тронуть мою девушку. Я скалился. Не трогай ее, самозванец. Другой Майк заскрежетал зубами. Он схватил деревянную биту, лежащую на полу, и бросился на меня. Чертов мудак! Борясь, мы катались на полу. Я чувствовал, как от него исходила неконтролируемая ярость. Словно шел пар. Сара пыталась нас разнять, но из-за зашкаливающего адреналина это было невозможно. В конце концов, он оказался лучше меня. Он поднес деревянную биту к моему горлу. Ртом я жадно глотал воздух, которого не хватало. Хватит! Сара старалась оттащить его подальше. Ты пришел в мой дом, украл мою жизнь, мое лицо. Почему бы тебе просто не... Умереть! Он поднял кулак, чтобы последним ударом сломать мне шею, после чего я замолчал навсегда. Звук выстрела пронзил воздух. Теперь Сара, как вы поняли, убьет его. Человек передо мной безвольно рухнул. У Сары был пистолет. Почему я не удивлен? Прошла секунда, и Сара в слезах рухнула на колени. Я подбежал к ней и заключил ее в объятия. Ее глаза расширились и остекленели. Видите, по-другому совсем, но опять не ясно, кто был настоящим. Я стреляла в тебя. Я... Я не знала, что делать. Я... Он не прекращал. Тсс... Я знаю, милая, знаю. Но я выстрелила в тебя. Из ее глаз ручьем хлынули слезы. Но она не рыдала и не всхлипывала. Она просто позволяла течь вниз слезам, которые увлажняли ее щеки. Нет, Сара. Я осторожно вытер ее слезы. Эй, посмотри на меня. Я взял лицо Сары в свои руки и заглянул ей в глаза. Посмотри на меня. Я все еще жив, не так ли? Я все еще тут. Она смотрела на меня сквозь слезы. В какой-то момент тень сомнения появилась на ее лице. Я ожидал, что она задаст какой-то вопрос, чтобы убедиться. Но Сара просто устала, кивнула. Она прислонилась ухом к моей груди, пытаясь успокоить звуком биения моего сердца. Меня трясет. Полагаю, нельзя привыкнуть к стрельбе в человека, даже учитывая мою работу. Особенно если возлюбленный имеет к этому отношение. Это сбивает с толку. Все хорошо. Это ужасно, что мне пришлось сделать это с тобой в каком-то роде. После этого мне придется идти к чертовому психологу. Ты сделала то, что должна была сделать, Сара. Не вини себя. Все закончилось. Давай забудем о случившемся. Ага. Я крепче обнял ее, а она прижалась ко мне. Майк. М? Я люблю тебя. Но если я еще раз увижу два тебя, то уйду. Я тоже люблю тебя, Сара. Мои губы расплылись в улыбке. Этого никогда не случится. И посмотрите на наши глаза. Я обещаю. В глазах, опять же, хитрец, концовка 6. Но это была еще одна концовка. Блин, у меня аж мурашки, если честно, по этому идут. Вот такие игры, честно говоря, они обалденные. Я не знаю, я очень обожаю такие сюжеты, в которых в одном месте все происходит просто моментально. Вот как Hello, помните, пиксельная игра? Как очень много фильмов есть на такую тему и тому подобное. Ах, бомба просто. Спокойно выслушать его. Давайте спокойно выслушаем его. Я решил не прерывать его. По причине своей вежливости и жалости к нему я решил, что лучше промолчать. Но я должен был вмешаться, так как Саре было больно. Он был на эмоциях, не понимал, что делает. Майк, прекрати. Тогда, когда его имя сорвалось с моей губы, он поморщился. Ты делаешь ей больно. Атмосфера, царившая между нами тремя, словно превращала все в лед. Он молча убрал руки с плеч Сары. Его лицо было словно каменное. Но было заметно, что его руки трясутся от ярости. После такого разговора он был еще злее, чем раньше. Он был унижен, настроен враждебно. Хуже того, все это толкало его к грани безумия. Слушай, я знаю, что для тебя это трудно, тоже понимаешь. Но не вини Сару. Она приняла решение, и ты должен его уважать. Ну, конечно. Тебе легко говорить, ты самовлюбленный ублюдок. Приятель, тебе нужно успокоиться. Майк. Удивились, когда другой Майк схватил со стола биту и повалил меня на стол. Ну, то же самое как бы. Теперь ты ведешь себя как мой друг, а? Приятель. Должно быть приятно играть в невиновность. Чертов мудак. Борясь, мы катались по полу. То есть, это какое-то сражение между нами, между двумя людьми, одним и тем же человеком. То есть, это может быть даже другая реальность, в которой мы делаем то, что сделали с нами, в другой концовке. Просто представьте себе, подумайте об этом. Я чувствовал, как от него исходила неконтролируемая ярость, словно шел пар. Сара пыталась нас разнять, но из-за зашкаливающего адреналина это было бесполезно. В конце концов, он оказался лучше меня. Он поднес деревянную биту к моему горлу. Ртом я жадно глотал воздух, которого не хватало. Это то же самое, что произошло с нами. Хватит. Сара старалась оттащить его подальше. Ай, рука заболела аж. Ты пришел в мой дом, украл мою жизнь. Мое лицо. Почему бы тебе просто не умереть? То же самое, только мы на него не нападали. Он поднял кулак, что в последнем... Да, то же самое. И выстрел. Звук выстрела пронзил воздух. Так, он рухнул. У Сары был пистолет. Это мы все знаем. Точно такое же. Я не знаю, зачем две концовки делать, но может быть... Ладно. Они идентичны практически. Я не знал, что делать. Я... Он не прекращал, он не знаю. Это мы знаем. Нет, Сара, я вытер слезы. Может быть, это специально очень много концовок, чтобы мы запутались. Если честно, я думаю, это из-за этого. Смотрите. Она... Я все еще тут. В какой-то момент... Тень сомнения появилась на ее лице. Я ожидал, что она задаст какой-то вопрос, чтобы убедиться. Но Сара просто устала, кивнула. Она прислонилась ухом к моей груди, пытаясь успокоить звуком биения моего сердца. Меня трясет... Да, мы это... Ладно, знаем. Так. Все закончилось. Так. Майк. Этого никогда не случится. И концовка какая. Хитрец. Такая же, что ли? Ладно, давайте еще посмотрим.